Масштаб алкогольной проблемы велик, так же как уровень потребления на душу населения. В Удмуртии это суровые 10 литров спирта на человека в год. Так начал свой доклад глава Минпромторга Республики. Эта цифра не меняется уже несколько лет, хотя борьба с повсеместной алкоголизацией идет все активнее. Так же активнее в игру вступает теневой рынок. В прошлом году алкоголем отравилось около 800 человек. 230 от паленки погибли. Влияет тот теневой оборот спиртосодержащих жидкостей и медицинского назначения, и парфюмерного назначения, и хозяйственного назначения, которые реализуются на прилавках в нестационарной торговой сети и в других торговых объектах. Нестационарные торговые точки по простому ларьки для алкоголя уже давно под запретом. Но купить в них пивасик и фунфырик, конечно же, можно. Статистика МВД тому подтверждение. Причем алкоголь в таких ларьках продают не только постоянным клиентам, но и детям. За незаконную реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним возбуждено 155 дел об административных правонарушениях, по которым уже 84 недобросовательных продавцов привлечены к административной ответственности. На них наложен штраф на сумму почти 2,5 миллиона. В отношении 9 возбуждены уголовные дела. Но многотысячные штрафы пугают не всех бизнесменов. В столице Удмуртии за проблему взялись по-новому. Киоск, который попался на продажу спиртного, сносят приставы по решению суда. За последние полгода 16 таких торговых павильонов ликвидировали. На очереди еще 49. У нас 49 договоров аренды на разряд. Потому что, ну, я не могу сказать все, да, потому что никогда так говорить нельзя, но большинство киосков торгуют. Даже если вы видите на киоске надпись «Цветы», это еще ничего не значит. Но если в городах нелегальный алкогольный бизнес процветает в ларьках, то на селе прямо в домах. Местные пропоицы тропинки знают, но полиции адреса сдают редко. Да и штрафы для таких продавцов смешные – 500 рублей. Республиканский Минторг сегодня подготовил проект федерального закона, в котором помимо ужесточения штрафных санкций предлагает лекарственные настойки на спирту продавать по рецептам. А следующее заседание Межведомственной комиссии по проблемам алкоголя будет выездным и пройдет в Сараполе. Полицейские сегодня категорично назвали город самым пьяным в Удмуртии. Марина Барин, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова